Деньги пока не потратил, но проект уже работает. Победитель конкурса «Прорыв года» Антон Рос, герой нашего следующего репортажа. Программист, новатор, увлеченный своими идеями, рассказал, как он создавал свои сервисы, в том числе конструктор сайтов. Первый в России конструктор интерактивных сайтов в формате Stories. Поделился и планами на будущее. Сейчас расширяю сотрудников для сервиса, с которым выиграл конкурс. Параллельно активно создаю новый продукт. Пришла очень классная идея. О ней пока говорить не буду, чтобы никто не украл. Планирую привлечь инвестиции. Включает компьютер и пропадает из реальности. Виртуальный мир поглощает. В своем маленьком кабинете Антон проводит много времени. Работает над новыми проектами, вносит корректировки в уже запущенный и приносящий доход. Идей в его 33-летней голове предостаточно. Я разработал сервис, который позволяет создать сайты в формате Stories, а также Stories на сайт. Что это имеется в виду? Это все мои знакомые, когда заходим на сайт какого-нибудь крупной компании. У них наверху есть кружки, при нажатии на которых раскрываются истории, как в Инстаграме. Так вот, я сделал конструктор, который позволяет абсолютно любому предпринимателю добавить точно такой же виджет у себя на сайт и не потратить на это кучу денег. Упростил жизнь предпринимателям, да и сам начал зарабатывать больше. А называется его разработка diapo.ru. С этим проектом Антон стал абсолютным победителем конкурса «Бизнес. Идей. Прорыв. Года». В финале тогда программист вышел на сцену со словами «Чувствуй себя Стивом Джобсом». И вел себя раскованно, хотя признавался, что волнуется. Потом ответил на наибольшее количество вопросов из зрительного зала. Поскольку не все даже сразу вникли в суть его идеи. Уж слишком была она вроде как на поверхности, но никем ранее не освоена. Антон, кстати, не учился программированию в УЗИ. Программирование, если честно, я знал очень плохо в школе. Я его не понимал от слова «совсем». Я списывал просто какие-то каракули. Я даже не понимал, что я переписываю. В институте программирование было одним из предметов. Ну, не то чтобы прям основным. Я вообще инженер автоматической системы управления. Он прикладной, но основной. То есть один из. Там тоже с программированием было тяжело. Лекции я, честно скажу, прогуливал. Потому что было неинтересно абсолютно. На практике тоже давалось очень тяжело. Я не понимал абсолютно ничего. Прям от слова «совсем». Я с трудом выпрашивал тройку, чтобы просто не вылететь из-за института. Но однажды, сделав для знакомых сайт, Антон понял, что мир программирования увлекателен. И начал смотреть видеоуроки, погружаться все глубже и глубже. Первый сервис, который принес деньги – matomba.ru. Конструктор интерактивных сайтов в формате квиз. Это когда пользователь проходит опрос, а по результату получает продукт-товар, который подходит именно ему, в зависимости от его предпочтений, сотканных из его ответов. У третьего сервиса, над которым трудится сейчас, еще нет названия. Это будет такой помощник для кафе и ресторанов. Возможность создавать мобильные приложения без обращения к программистам за большие гонорары. После прорыва года Антон женился. Вот фото со свадьбы. Говорит, сам себя не узнает. Изменился график жизни, теперь есть выходные, прогулки и путешествия. Ну, можем и в сервере и в пассад. Я же программист, могу себе это позволить. Мы вчера, кстати, гуляли. И я Антону сказала, ну, так как у нас не было пока медового месяца, то есть медовый месяц же обычно сразу после свадьбы, а мы отложили этот момент. И я говорю, давай строим медовое полугодие. И свое медовое полугодие супруги Рос хотят провести в Индонезии. Туда давно на ПМЖ уехали многие айтишники, программисты, чтобы наслаждаться солнцем и работать по удаленке. Именно в 33, признается Антон, пришло осознание, что жизнь – это не только работа, но и отдых с близкими и любимыми.